Скажите, пожалуйста, а как Вы относитесь к разного рода психологическим техникам, например, таким как холотропное дыхание, визуализация и тому подобное? Мне кажется, что, возможно, это один из главных вопросов современной путаницы. Путаница заключается в том, в самом ответе на вопрос, в качестве чего я должен ко всему этому относиться. Я бы так сказал, потому что холотропное дыхание возникло, потому что Станислав Гров не смог продолжать эксперименты на ЛСД по его собственному признанию. Так вот, если вспоминать печальную историю ЛСД, то стоит вспомнить, что ЛСД было первым официально разрешенным к применению психоактивным лекарственным препаратом. До этого не аминозин, а именно ЛСД. И использовался этот препарат с одной единственной целью. Он использовался с целью обучения начинающих психиатров. Они принимали в таблетках или делали уколы ЛСД для того, чтобы изучить, как чувствует себя больной, когда у него развивается психоз. И надо сказать, что за несколько лет, пока этот препарат был разрешен, я думаю, что тысячи, а может быть десятки тысяч молодых врачей в Европе и Америке этот препарат приняли. И ровно счетом ничего с ними не произошло. Насколько мне известно, никто из них не сошел с ума, не стал наркоманом. Дело вот в чем. У них была конкретная цель. ЛСД не было самоцелью. Поэтому весь вопрос моего отношения к любым психологическим тренингам, практикам, телесно-ориентированным, холотропному дыханию зависит только от одного. Какую задачу ставит человек, который приходит на эти тренинги? Между прочим, это ровно тот же вопрос, который определяет, скажем, проблему, а существует ли зависимость от компьютера или от социальных сетей. Я пишу книги время от времени, ничего у меня из этого, правда, не получается, но пишу. Как бы для того, чтобы писать книги. Это моя цель. Я широко использую интернет. Ну, цитаты гораздо легче брать в интернете, чем перепечатывать их с текстобумажных книг. Например, я использую интернет как источник информации. Но я использую его как источник информации для выполнения какой-то своей работы или какого-то своего дела, для выполнения своих задач. Как только интернет или общение в социальной сети становится для меня самодостаточной целью, то есть я там живу, я там общаюсь, у меня там любовь, он превращается для меня в зависимость. А до тех пор, пока компьютер и интернет являются для меня инструментом для выполнения моей задачи, таким же, как утюг. Да, утюгом гладят, и поэтому от него очень трудно испытать зависимость. Как только я объявляю какую-либо методику или какой-либо объект самодостаточной целью, это, собственно, и есть зависимость. Широко я все время описываю это как подмену цели средствам. Да, но есть люди, которые ходят на психологические тренинги или сидят в сети интернет, оправдывают это тем, что это их способ расслабиться, да, это способ получить удовольствие, снять напряжение, да. Вот они говорят такие вещи, например, холотропное дыхание может быть средством для того, чтобы справиться со стрессом, например. Нет, потому что справиться со стрессом, это значит обрести здоровье. А здоровье, в свою очередь, тоже является лишь средством для чего-то. Ну, например, мне нужно здоровье, чтобы вырастить детей. Целью здесь является вырастить детей, это значит их воспитать, дать им какие-то знания, какие-то ориентиры в жизни. То, что зависит от меня. А будучи здоровым лохом вообще, не имея при этом никаких задач и средств, я буду использовать свое здоровье для того, чтобы пить, например. Да, или для того, чтобы, не знаю, соблазнять женщин. И опять, хорошо, если я воспринимаю соблазнение женщин как цель. Вот у меня есть цель соблазнения женщин. И тогда, например, холотропное дыхание мне нужно именно для этого, чтобы расслабиться от всех тех удовольствий, от всех тех неприятностей, которые они мне вместо удовольствия принесли. Вполне сойдет. Я ведь сейчас не о каких-то более абстрактно высоких вещах. Я сейчас о том, что если моей задачей, ради которой я пришел на холотропное дыхание, является некоторое облегчение моего процесса соблазнения женщин, то никаких у меня неприятностей от холотропного дыхания не возникнет. Они возникнут только в том случае, если я считаю это способ просветления. Вот я таким образом достигну контакта с Богом. Хотя, самое что поразительное, ведь мир создан тоже промыслительно. И Бог же, видимо, если люди верующие, создавал мир не просто так, не из ошибки, а ради чего-то. Стало быть, в некотором прямом смысле, бегство от мира не может быть человеческой задачей. Но здесь же существуют разные точки зрения. Некоторые религиозные конфессии, наоборот, говорят о том, что необходимо уйти от мира. Ради решения, видимо, каких-то других задач. Нет, но если мы уходим от мира совсем, то целью может являться только две вещи. Либо личное спасение, то есть обретение бытия души после смерти, либо все тоже спасение мира. И здесь, я думаю, что глубже мы туда погружаться не будем, но если я понимаю и чувствую свою задачу, то снова, в любом случае, даже если я занят личным спасением, конкретная практика, она будет служить выполнению этой задачи. Но в том-то вся и беда, что люди приходят на тренинги, и в том числе на тренинги, связанные с особыми состояниями сознания, как вот во всяких сектах ритмологии, холотропное дыхание все больше и больше становится похожим на секту, как бы дело в неком вообще очевидном стремлении потребительской культуры превратить психологическую практику в род товара. А для того, чтобы что-то продать, нужно придать ему некую самодостаточную ценность. И если я иду потреблять холотропное дыхание просто потому, что мне интересно, или мне кажется, что вот я приду куда-то в какую-то тренинговую группу, и поумнею стану более умным, стану гениальным, и тогда уже буду решать, что мне делать. Вот это и является той самой ошибкой, главной, из-за которой случаются неприятности и в практиках холотропного дыхания, и в любых других тоже. Ну это вообще, да, проблемы, даже проблемы с обучением, когда человек приходит учиться вообще чему-либо, решая, что он сначала станет умным, а потом начнет думать. Ну, в общем, обучение это, я бы сказал, более дозированное и более регулярное воздействие на организм, чем холотропное дыхание или другие практики особых состояний создания. Все ведь зависит от этой предельно простой проблемы. Вы идете заниматься какой-то психологической практикой. Это средство. Вы должны понимать, для чего служит вам это средство. Для целей создания чего в этом прекраснейшем из миров. Потому что, на самом деле, целью может служить только некоторое созидание. Я даже боюсь немножко использовать слово «творчество», поскольку понимаю его в самом широком смысле этого слова. Ведь творчество – это ведь тоже не цель. Это снова средство. И вот здесь мы вечно путаемся, потому что важно же не творчество само по себе, а важно, чего я собираюсь сообщить людям с помощью своего творчества. Я о чем буду с ними говорить? Я чего им станцую, нарисую? Я меру чего собираюсь повысить в мире? Не знаю, меру добра, меру любви, меру сексуальности, меру чувственности? Или я собираюсь сообщить людям, что все они – ничтожество? Это тоже можно к этому стремиться в творчестве? Я сейчас пытаюсь от этого освободиться. Я пытаюсь сказать, что все равно единственной целью человеческой может быть произведение какого-то действия в этой реальности, вкладывание в нее каких-то смыслов. И единственная задача, единственная проблема, связанная с любыми тренингами и практиками вообще, это проблема того, осознает ли человек, какой смысл он пытается внести в реальность, в чем ему нужна помощь. Он может ошибаться в этом смысле, он может его менять по мере развития событий. Но без устремленности любая практика такого рода превращается в наркотик. Потому что на вопрос «Зачем тебе нужно занятие холотропным дыханием?» Люди обычно отвечают чаще всего «Ну вот для здоровья». Или для удовольствия почувствовать что-то новенькое, пережить какие-то новенькие ощущения. По сути своей, это и есть самоцель, к которой нас приучает потребительская культура. Мы ничего не собираемся создавать. Мы просто хотим потребить конкретный психологический товар. И это нас разрушает. Поскольку, к сожалению, человек ничего не может делать просто так.